всем привет жду пока вы подсоединитесь надеюсь эфир вам был полезен я сделаю пост сегодня или завтра по грубо говоря отчет по этому эфиру будут все таблички которые были в предыдущей лекции я постараюсь опубликовать в посте в инстаграме чтобы он был у вас в доступе также вы можете сохранить их скриншотом с экрана присоединяйтесь потихонечку приятно что вам интересна эта тема я думаю что она актуальна и давайте мы начнем нашу беседу по поводу скротальной уротростомии у собак опять же повторюсь о том что есть несколько видов уротростомии но я даю предпочтение все-таки скротальной и думаю что оптимальнее делать скротальную если мы выбираем между видами уротростом промежностную и предлонную стоит делать только в том случае если есть какие-то показания к этому или невозможно сделать скротальную уротростому картинка взята из книжки терезы фоссум в конце я покажу книжки которые я бы рекомендовала для врачей которые начинают проводить уротростомы эти книжки выложу в группу innovation vet facebook можете туда добавится я сделаю там опять же посты с этими книгами они базовые еще раз еще о них немножечко скажу по поводу уротростомии у собак здесь все намного проще здесь не нужно отсекать никакие мышцы искать их искать где эти бульбу уротральные железы находятся здесь просто в области мошонки мы рассекаем кожу обнаруживаем половой член обычно это можно сделать пульпаторно если пациент у нас не гастрированный удаляем семенники отодвигаем рассекаем эту мышцу затем рассекаем уретру как правило найдет строго под этой мышцей рассекаем ее либо по камням которые здесь располагаются либо по катетеру желательно это делать для того чтобы это можно было сделать ровно потому что если вы будете просто рассекать во первых вы можете насквозь рассечь уретру а во вторых вы можете сделать это криво поэтому лучше устанавливать катетер после того как мы рассекли здесь нет ничего хитрого расшиваем слизистую кожи здесь указаны прерывные швы это одна из возможных техник существует вторая техника которая подразумевает непрерывный шов эта техника указана опять же в нескольких источниках первый шов мы делаем каудально в области хвоста и мы прошиваем кожу затем фиксируем уретру и прошиваем еще раз кожу это первый шов завязываем узел и затем изнутри наружу делаем стежки непрерывный обычный объемной шов для этой стомы для и в принципе для любой стом желательно использовать монофиламентный шовный материал опять же по литературным данным 450 не абсорбируемо желательно и на мой взгляд для кабеля действительно 450 это приемлемо потому что у них чуть более толстая стенка и такой шовный материал может ее лучше удерживать тем более что у губелей чаще бывает кровотечение и все таки компрессия ткани здесь не на последнем месте почему не абсорбируемый считается что как раз таки вот относительно абсорбируемого и не абсорбируемого на абсорбируемой больше образуется фиброзной ткани чем на не абсорбируемый на мой взгляд я делала всего парочку ретро 100 с рассасывающимся шовным материалом моносином это быстро рассасывающийся шовный материал мне тоже не очень понравилось мне показалось чтобы больше но более выраженный стонос ниже у меня кстати будет пост не просто слайд собакой покажу для предотвращения кровотечения рекомендуется делать стежок со стороны слизистой оболочки затем прошивать белочную оболочку и затем прошивать кожу тем самым мы как бы зашиваем кавернозное тело потому что чаще всего кровотечение связано с кавернозным телом потому что оно хорошо кровоснабжается и если мы оставляем его открытым то она может у нас несколько вызывать кровотечение и неприятность это уретростома кабелю некастрированному мы проводим кастрацию одновременно с уретростома если пациент некастрированный мы проводим скоротальную уретростомию и на месте мошонки мы делаем разрез по литературным данным два с половиной четыре сантиметра но опять же нужно оценивать по размеру пациента то есть если у нас пациент да кто конечно 4 сантиметра ему будет хорошо а если у нас пациент чихуахуа то 4 сантиметра это будет от кости полового члена до ануса конечно такую стону делать не нужно нужно делать ее соразмер量 пациенту но я призываю чтобы она была около двух ну двух с половиной сантиметров мне кажется этого достаточно для пациента до 10 килограмм после того как мы выяснили место для уретростомы мы рассекаем слизистую рассекаем уретру рассекаем слизистую либо по камням либо по катетеру извлекаем камни промываем уретру катетеризируем уретру если есть камни в мочевом пузыре до этого мы обязательно должны установить есть не или они или нет мы обязательно должны понять какого они размера и выйдут ли они у нас через эту стому потому что если они не выйдут через том и целесообразно еще до уретростомии ориентировать владельца на цистотомию для того чтобы убрать сразу все камни то вы сделаете уретростомы через день собака придется обструкцию ретростом потому что у нее в мочевом пузыре камни в два раза больше чем у ретростома. Конечно, это нужно предвидеть, поэтому пациентам с обструкцией нужно делать узимочевого пузыря, если там большие камни, решать еще до операции по ретростоме, как вы их оттуда достанете. Пройдут ли они через ваше отверстие у ретростомы или не пройдут? Будете ли вы делать сразу цистатомию или отложить ее? Потому что если пациент нестабилен, у него обструкция, ее нужно решить, то, возможно, имеет смысл сделать ретростому, отложить на потом цистатомию, разделить две процедуры. То есть об этом обязательно надо разговаривать с хозяином. После операционный вид этого пациента, после скратального ретростома, мы видим, что ретростома располагается на области мошонки. Здесь у нас уже промежность начинается. Есть небольшое воспаление по краям стомы. Шов здесь прерывный. Обратите внимание, у этого пациента не было значимого кровотечения и здесь достаточно хорошо сопоставились ткани, несмотря на окружающее воспаление. К сожалению, у меня нет фотографии после снятия швов, но у этого пациента все было хорошо. Что касается возможных осложнений после у ретростомы у собак. К ним относятся кровотечения. Это, пожалуй, самое частое осложнение в ранний после операционный период. Инфекция. Стеноз отверстия ретростома у собак я встречаю реже, в отличие от кошек. То есть у кошек достаточно часто обращаются ко мне с целью операции кошки, а вот собак может быть вообще одна или две были. Я даже не припомню так. Оперировала. Буквально недавно была собака с стенозом, но там другая история, о ней я тоже расскажу. Вот, что касается прям таких вот как у кошек, буквально немного случая. Утечка мочи в подкожную клетчатку. Опять же, недержания мочи кала нет у кобелей после у ретростома. У меня тоже нет такой статистики. Если у вас как-то статистика тоже есть по недержанию, по длительному недержанию мочи у кобелей, поделитесь, пожалуйста, вашими данными сюда или в директ, как удобно. Про лоб с кишки и про межностная грыжа ни разу у меня не встречались, поэтому опыта нет. Что касается кровотечения, как самой частой причиной, вот был у нас недавно пациент, пациент моей коллеги, после у ретростома через буквально несколько дней вот с таким вот кровотечением. Прям кровило после того, как он потужится, сходит, пописывает. Пациент сидел у нас в стационаре. И для того, чтобы следить за тем, почему у него кровит, и когда он тужился, каждый раз у него кровило. Мы приняли решение о том, что нам необходимо перешить у ретростому. Это перед операцией. Здесь небольшое количество корочек после кровотечения. И кровотечение было вот из этой области, то есть вот отсюда кровило. Я решила наложить... У меня уехала ниточка. Я наложила... Ой, простите. Решила наложить швы в эту область п-образные, то есть прижать стенку у ретро через все слои. И на дарсальную область я наложила п-образные швы, тем самым прижав через все слои. И далее я расположила вот этот обратно петлевидный шов на всю оставшуюся стому. Сразу после операции кровотечения не было, но в послеоперационный период у пациента все равно образовалась обширная гематома, которая натягивала швы и немножечко отрывала уретру от кожи. Нам пришлось ее удалить. Мы удалили гематому, еще раз фиксировали швами слизистую уретры, обнаружили сосуд, откуда он кровил, прижгли его коагулятором, этот сосуд, и отпустили пациента домой. Через 5 дней после реоперации мы получили опять такого пациента, у которого снова образовалась гематома в подкожной клетчатке, но с ней мы уже делать ничего не стали. И далее эта гематома самостоятельно рассосалась, и мы сняли швы, и у пациента все хорошо. В общем-то, из рекомендаций, которые существуют, гематомы можно лечить как консервативно, так и хирургически. Я больше склоняюсь, что если гематома не имеет тенденцию к воспалению и не вызывает болезненности, то оперировать ее не нужно, можно попробовать вести консервативно. Если, конечно, гематома вызывает какие-то подозрения в плане воспаления и каких-то опасений, что она может каким-либо образом в дальнейшем его вызвать, то, соответственно, лучше прооперировать. Структура уретры. Это один из недавних пациентов. Кобель, 7 лет, 5-6 кг. Ранее проводили уретротомию с целью удаления камней. То есть разрезали уретру, удаляли камни и ушивали уретру. Через несколько месяцев у пациента опять случилась реабструкция, он не может помочиться. Его пытались катетеризировать в другой клинике и не смогли. И пациент пришел ко мне на процедуру. Я делала эфир с этим пациентом, может быть, кто-то помнит. И делала эфир урографии как раз-таки вот этих фотографий. На урографии мы обнаружили разрыв в области мошонки, разрыв и утечку контраста в мягкие ткани. Вероятный результат катетеризации. Но, однако, проходимость уретра была сохранена. Проксимальное место утечки контраста. И, учитывая ранее проведенную уретротомию и плотный фиброзный конгломерат в этой области у этого пациента, подобную гематому, мы приняли решение о проведении промежностной уретростомии. Поскольку я предполагала, что уже большое количество фиброзной ткани будет в этой области. И делать резекцию уретры и анастомоз, к сожалению, не удастся. Можно было бы сделать тоже с сохранением припуция. Есть техника операции по уретростомии у кобелей с сохранением припуция, как и у котов. То есть, удаляется половой член под корень и пришивается уретра. Но я считаю, что уретра бы не хватило. Мне пришлось иссечь уретру вплоть до промежности и практически сделать промежностную уретростому. А припуция я бы не смогла натянуть. Поэтому я приняла решение о промежностной уретростоме. Пациента мы расположили в дарсальном положении. Лапы вытянули назад. Я провела полулунный разрез, иссекла часть рассекли ткани. Мы видим здесь некроз из-за разрыва уретры и попадания контраста и мочи какое-то время в мягкие ткани. Здесь такой достаточно некроз уже даже с полостью. Далее мы зачистили все эти некротизированные ткани. И мне удалось визуализировать половой член и уретру с разрывом в этой области. И далее я удалила вообще все ткани этой области, некротизированные. И тем самым у меня остался вот половой член. Это видео рассечение уретры до уровня максимальной бульбы уретральных желез с помощью остроконечных ножниц. Обратите внимание, кровит немного уретростома, но обычно воспаленные уретростомы кровят. И у кобелей кровят уретростомы сильнее, чем у котов. Как правило слизистая кровит сильнее. Для наложения швов был использован монофиламентный шовный материал PGC25. Обратите внимание, я пришиваю сейчас кожу на 6 часов. То есть дарсальная пациент у меня находится в дарсальном положении. Вот половой член. Катетер у меня уже расположен в уретре. И далее я фиксирую дарсальную часть уретры к коже. После того, как я зафиксировала дарсальную часть уретры к коже, простите, сейчас мы вернемся. Я накладываю еще пару швов через все слои с дарсальной части. То есть где-то на 7 и 5 часов. И далее я располагаю непрерывный шов через слизистый слой. Через белочную оболочку и через кожу. Мы видим здесь стежки непрерывного шва. И вентральнее мы уже сшиваем саму кожу. Уретры получилось достаточно широкое. Проверяем проходимость уретры либо катетером, либо надавливанием на мочевой пузырь и оценкой струи. И все бы хорошо. Небольшая гематома у нас из-за того, что катетером, скорее всего, травмировали уретру. Здесь на операцию у нас кровило, но после операции у нас нет значимого кровотечения. Через 3 дня, к сожалению, у меня не очень хорошая фотография. Это то, что мне владельцы присылали. Пациент не приходил каждый раз на прием. Мы просто с владельцами держали связь. Через 3 дня мне присылают вот подобную фотографию. Есть небольшой отек вот с этой стороны. Или гематома, скорее всего. Я уже предполагаю, что это была гематома. И кровотечение. Владельцы жаловались на кровотечение. Не очень сильное, но оно было. Через 7 дней я вижу, что эта шишка увеличилась. И здесь уже видно, что моча подтекает либо постоянно, либо постоянная какая-то травматизация идет. Через 8 дней владельцы мне присылают вот такую картину, где все в моче, причем живот. При том, что собака все время чувствует себя хорошо. То есть он ест, пьет, и жалоб на общее самочувствие-то нет. Это тоже через 8 дней. В этот же день, после того, как помыли, он чуть-чуть полежал. Через 12 дней владельцы присылают вот такую картину. Все еще кровит. На улице я присылаю, я прошу прислать мне видеозапись, понять, почему 12 дней у собаки кровит. Потому что фотографии, которые они мне присылают, тоже не очень информативные. Я прошу их подойти на прием или как-то показать мне стому получше. Я вижу вот это видео, где собака слишком активно копает, прям задирает лапу во всю мощь. И понятно, что здесь могут быть какие-то проблемы с заживлением швов. Собака слишком активна. И кровотечение наблюдается на прогулке, и в момент мочеиспускания на прогулке. То есть и вот собака так настолько активно бегает и прыгает, что, конечно, я думаю, что травма происходила из-за этого. Потом хозяева прислали мне фотографию, и я увидела причину травмы. То есть это некроз с одной стороны. И мной было рекомендовано либо иссечение этого некроза и повторное формирование анастомоза, но это наркоз-операция. Владельцы не очень хотели операции, а я не очень настаивала на операцию, потому что, в принципе, я понимала, что этот некроз-то у меня и заживет. Через 15 дней мне владельцы присылают вот такую картину. Эта собака тоже сходила на прогулку. И после прогулки вот такой сгусток вышел из уротростомы. Они отмыли собаку и прислали мне по моей просьбе фотографии. Я вижу, что некроз все еще сохраняется. И далее владельцы стали присыпать баниоцином по собственному желанию. И буквально сегодня я попросила у них фотографию. И на фотографии вот стома. Они немного... Стома сузилась, но, в общем и целом, пациент мочится у нас удовлетворительно. Я, к сожалению, не вставила видеоролик. Они мне прислали видеозапись этого пациента, как он мочится. Давайте, наверное, сейчас найду его. Это несложно. Да, вот видеоролик. Вот пациент мочится. Это то, как он сейчас себя чувствует. Давайте еще раз струю. Тут, может быть, видно будет. Струя удовлетворительного диаметра. Очень хорошая меня порадовала. Поэтому даже, несмотря на то, что стома выглядит не такой большой, я думаю, что она немного подутопает в складке кожи. И этого достаточно, чтобы пациент мочился. В общем-то, результат удовлетворительный. Что касается из возможных осложнений у собак, можно встретить некроз отверстия уретростомы. Это пациент Юркшиски-Триер. Обратите внимание на вот этот снимок. То есть тут полностью оторвалась сама уретро от кожи. Она просто не прижилась. Причем удержался только один шов дарсальный. Половой член у нас направлен на 12 часов. Анус находится снизу этого пациента на всех фотографиях. И мы видим, что здесь совершенно не прижилась слизистая оболочка. Это этот же пациент. И здесь мы видим гной. То есть я немного промыла область, надавила, и у меня выделился гной. И вот такой некроз тканей окружающих. Здесь видно отек. Видно несостоятельный швов. Это этот же пациент. Уже с течением времени, через какое-то количество дней, туда забивалась шерсть. Но здесь уже поменьше отек. Уже нет такой оксудации. Я оставила заживать все это по вторичному натяжению. И мне кажется, что это один из тех случаев, когда как раз таки адреналин сделал свою плохую работу. То, о чем я говорила в предыдущем видео, когда я использовала адреналин для решения обструкции. У этого пациента была обструкция уретро. Это кобель юркширского интерьера. В кости полового члена встали камни. И надо сказать, у меня было всего два случая, когда мне не удалось сместить камни. И вот это юркширский интерьер, это второй. А до этого у меня был английский бульдог. Но у английского бульдога я не использовала адреналин еще тогда. То есть это было давно, и я тогда еще не знала, что его можно использовать. Поэтому не использовала. А вот у юркширского интерьера попробовала, и может быть адреналин играет роль. Я взяла слабый-слабый раствор. То есть мы разводим 1 мл до 20, и 0,5 из этого раствора до 20 мл еще физраствором. И вот этим совсем легким раствором адреналина я промывала уретру. Мне не удалось сместить камни, не удалось опорожнить сразу же мочевой пузырь. Я долго пыталась это сделать. Ну как долго? Где-то минут 20, наверное, 30 после первого введения адреналина. Я опорожнила через 20-30 минут, я опорожнила мочевой пузырь. Ну то есть пока мы там накрылись, пока подготовились, там мы до конца помылись, побрились. Прошло где-то 20-30 минут с первого введения адреналина. Я расшила, выглядело все хорошо. У меня, к сожалению, нет фотографии, как это выглядело после операции. Не фотографировала я. Но вот через 5 дней пациент пришел вот с такой вот картинкой, вот с этой. И, соответственно, мы лечили это по вторичному натяжению. Но, надо сказать, вылечили, и пациент нормально мочится, и нормальное отверстие уретростома. Кстати, когда вот так вот разъедают все вокруг, и у кошек тоже, когда может некротизироваться пол поп, вообще пол промежности бедренные, удальная поверхность бедер. Иногда даже у нас пластический хирург Лаврова Ксения проводит операции там по пересадке кожи туда. Но вот эти стомы, они прекрасно заживают. То есть они как-то странно так ведут себя. То есть у котов, у которых нет некроза, они стенозируются. У котов, у которых есть некрозы, когда стома так сама по себе лежит в тканях, она потом как-то не особо стенозируется. Интересная тенденция. Если вы заметили такую же тенденцию, поставьте плюс в комментарии. Интересный, опять же, ваш шепот. Мне интересна обратная связь, потому что мне хочется не только делиться опытом, но и знать, как у вас, между прочим. Поэтому я еще раз призываю участвовать в некоторых моих опросах, потому что мне, опять же, интересно, как вы думаете. Отвечайте честно, ничего такого нет в этом. И я в эфирах могу разбирать типичные ошибки и помогать вам в дальнейшем их не допускать. Итак, промежностная уретростомея у собак. Мы подходим к концу нашего эфира. Как же мы можем... Ой, простите, да, не промежностная, а скротальная уретростомея у собак. Я опечаталась. Как же мы можем предотвратить стеноз и кровотечение? Опять же, то же самое, как и у котов. Аккуратная хирургическая техника, точное сопоставление крови в ткани, и в этом случае с захватом белочной оболочки. То есть, обязательно захватываем ее для того, чтобы снизить риск кровотечения в послеоперационный период. Монофиламентный шовный материал. Вот здесь под вопросом прерывный, непрерывный. Как раз таки, как я ранее говорила, у собак не доказана тенденция к сужению уретростома в случае накладывания прерывного шва. В отличие от кошек. У кошек такие исследования есть. Закрытие без натяжения, предотвращение самотравмы и разлизывание, качественный уход за раны и удаление всего шовного материала через 10-14 дней. Итак, друзья, спасибо за эфир. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Я ближайшие сегодня, либо завтра опубликую пост в инстаграме. Спасибо, что вы смотрите эфиры. Прошу вас также поддерживать обратную связь. Пишите мне в комменты директа, отвечайте на мои опросики. Я их не просто так устраиваю. Очень интересно ваш опыт. И нужно понимать, что вам лучше, как вам и что лучше преподносить. Потому что я же тоже не знаю, что вам интересно. Поэтому я устраиваю опросики. Всем спасибо за эфир. До следующего эфира. Не знаю, когда он будет. Может быть, в четверг. Всем спасибо и пока!